Беззащитная Шуваловская свалка. Опасный объект, несмотря на контроль властей, остался без охраны. Напомню, администрация Ленинского района пообещала эту свалку закрыть, поставить под наблюдение и начать подготовку к рекультивации. Полигон даже обнесли забором, чтобы предотвратить доступ мусоровозов. Однако, своз мусора и постоянное возгорание на свалке так и не прекратились и, более того, единственный защитный барьер, то есть этот новый забор, тоже пропал. До недавнего времени эта свалка была ограждена забором. Здесь была решетка. Здесь уже даже столбы начинают срезать, то есть на расстоянии трех метров стояли эти столбы. При том, что это на протяжении всего забора получается, порядка здесь уже 20 метров, как минимум, это то, что мы видим. Вот если вдоль забора пройти, можно оценить, сколько здесь метров уже украдено этих секций. Администрация Ленинского района нам заявляет, ведется мониторинг ситуации каждый день. Ну, получается так, что из-под носа администрации воруют забор. Ну, о каком мониторинге может вообще идти речь? Видели газель какую-то? Около пяти человек, которые приехали на газели и грузили эти секции. Срезали их сначала, складывали, а потом загружали в газели и увозили. Обычные люди, наверное, себе на дачу забор взяли. Здравствуйте! А вы что делаете? Газпром. Здесь проходит газопрод и высокое давление. Работники здесь обслуживают, который газопрод, они видели, что забор разбирают. Газель два раза видели. Они же не здесь вот конкретно разбирают, там же начали разбирать этого оттуда, они видят, что там машина стояла. Ну, как мы видим, вот на этой территории, на продолжении Шувалской свалки, забор еще целый. Но люди, видно, не могут подобраться, потому что здесь болото, уточки плавают, машина не может подъехать. Если, конечно, администрация не примет меры определенные, наши люди, наверное, сообразят и остальную часть вывезут от этого забора. Кстати, в администрации Ленинского района сообщили, что о проблеме знают. Там даже подсчитали убытки. Пропало около 150 погонных метров забора. Уже сегодня утром сотрудники администрации передали всю информацию полицейским, чтобы те уже предприняли соответствующие меры.